приветствую друзья с вами соски каски и это билд на фас тактичку на карте канис ривер new fixed edition соответственно билд можно делать как завод за так и за серфим потому что них идентичные апгрейды на командирах судьба луда заключается в том что мы не а помехи вообще мы много реклами много рекламе вручную и основная задача это быстрый выход в т2 командира и также быстрая постройка т2 гена после чего нам нужно будет построить выстроить тактичку смысл билда в том что тактичка появляется очень быстро до 6 минуты и как правило на такой минуте неподготовленный противник не может просто физически иметь т2 технологии и скорее всего ваша ваш чиз таким образом окупится приоритетной цели для такого билда для тактичек юлист и является т2 микс и это 2 гены также можно тактичить командиров которые стоят и апгрейдится и не могут вернуться от апгрейдится и также все что дороже 250 масс масса билд будет считаться окупленным то есть вложения окупятся если вам удастся уничтожить три и более меха т2 естественно поскольку в этом билде мы не строим дополнительные заводы мы не идем вперед командирам реклэймить из-за этого у нас будет естественно опасность того что нас зарейдит поэтому в идеале чтобы вас прикрыл какой-то союзник например союзник который стоит на эко позиции по билду после после гидрокарбонки и трех генов мы строим ставим два хранилища сразу и потом достраиваем примерно чтобы у нас было 13 т1 мехов 3-4 инженер у нас едет едут на гидрокарбонку занимать центральную после чего те инженера будет строить мехи и больше рекламить в идеале как можно больше нужно прокликать реклейма чтобы вам хватило именно массы а подмехи в таком билде крайне не рекомендуется потому что у вас все упрется в энергию и скорее всего вы просядете по массе то есть за то время пока ты два мех будет окупаться вы не ну ваш билд просядет по времени в итоге можно конечно немножко лучше сбалансировать инженеров по реклейму например вот этого инженера который сейчас сделал можно было послать не на помощь строительство генов а допустим дополнительно реклами что но в данном случае у меня немножко была небольшая просадка по реклайму но я думаю что если вы немножко принят потренируетесь в лобби то у вас может получиться тайминг немножко быстрее как видите где-то на 320 может раньше у вас достроиться гидрокарбон к и ваши хранилища энергии которые вы построили заранее будут наполняться для того чтобы не просесть по энергии достаточно будет чтобы у вас хранилища было примерно там 10 11 тысяч энергии и за счет того что у нас будет очень много инженеров на базе мы этими инженерами будем ассистит командира за счет чего он быстро очень выйдет в т2 далее на командирам заказываем т2 ген девушка протупил не сразу инженеров послал на командира чтобы они играли строим т2 ген и анти тактичку чтобы защититься собственно от этих от вражеских их то возможных тактичек потом поскольку т2 технологии на базе у нас еще долго не будет чтобы построить эту анти тактичку чем-то другим кроме командира не забывайте прокликивает реклей здесь я должен был заранее все это прокликать потому что именно из-за этого у меня не хватит ножка материи командирам не достраиваем т2 ген и не достраиваем тмд нам важно занять позиции уже в центре время перемещения командира на очень долгое поэтому очень важно сэкономить выиграть время на перемещение поэтому мы инженерами будем достраивать ген также заказываем 3 хранилище энергии чтобы у нас не было просадки по по энергии во время того как мы а по им тактичку но в данном случае у меня все-таки повторюсь и будет просадка именно по материи за того что я недостаточно хорошо рекламу поэтому в моем случае мне лучше было бы больше больше времени уделить именно контролю инженеров на реклейме чем постройки третьего хранилища как видим я выбрал командира как только мои хранилища заполнились я сразу заказываю тактичку и как видите энергия начинает очень люто кончаться и не хватает момент материя начнет я это понимаю сразу начинаю прокликать как можно больше повторюсь что реклеим через альт и через патруль в таком билде крайне не рекомендуется скорее всего с не хватит материи поэтому желательно именно брать инженеров и вручную рекламе аир завод мы делаем для того чтобы самостоятельно разведывать местоположение тактичек местоположение каких-то т2 генов случае если наша ирщик не не позаботиться о разведке я понимаю что хранилище мне уже больше не нужны я просто начинаю их быстро реклаймить таком случае если бы бил был более идеальный то можно было бы сделать тактичку на 530 приблизительно но это в самом идеальном варианте как видите 550 тактичка была готова мы сразу же идем вперед и не забываем включить автоматическую постройку тактички правой клавишей по иконке ракеты как только зарядилась мы сразу же и продолжаем двигаться вперед желательно настроить горячую клавишу на запуск ракеты по умолчанию она на эль и по кд опускаем тактички в мехе если у вас у стран установлен мод additional камера став то у вас хотя нет он уже вам не нужен уж так отображается но с помощью мода additional камера став через shift вы можете смотреть радиус тактички не наводя на командира она водя на местность откуда вы будете стрелять приоритетными целями повторюсь является т2 микс и т2 гены а также апгрейдишь все командиры и это два завода и все что стоит больше 250 материи также если цели кончаются можно можно заснайпить гидрокарбонки и в крайнем случае какие-то заводы и сама в самом крайнем случае т1 мехи если у вас просто заряжена тактичка и некуда стрельнуть в таком случае вы убьете 36 массы и где-то скажем секунд 20 у вас противник не будет добывать материю это будет еще 40 массы хотя нет в т1 микс лучше не пускать на этом я думаю суть был то понятно всем удачи на поле боя и пока